всем привет сегодня записываю наконец-то видео связи с переездом я тут немножко выпала из ленты потому что ну дел просто нефрород и как бы особо не до видео вот к сожалению у меня куча всякой мелкой хрени которая не поддается сортировке а ну там поле полежки например еще что то еще что ты в общем мне не нравится абсолютно как это выглядит вот после понятно что сейчас это напихано как как пихалась но я не думаю что особо что-то изменится по красоте когда я все рассортирую там и так далее поэтому я решила пока не могу заниматься стенами я сделаю вот на эти стеллажи дверцы в лофт стиле вот мне нравится такой стиль и потом комната будет это тоже в общем-то в стиле лофт сделано я съездила в леруа и закупила всякой фурнитуры такие будут с металлом и деревом и соответственно напилила под размер фанерки вот дверцы будут и некоторые будут на две ячейки вот пока я две купила потом если захочу может быть еще добавлю ну и в общем то работы много надо приступать сейчас буду потихоньку шлифовать каждую дощечку надо убрать острые углы чтобы не было занос и вообще смотрелось а потом уже приступим к декорированию непосредственно значит шлифуем вот я прошкурила те дверцы и вот эти все теперь будем красить вчера ко мне друзья приезжали и привезли вот это все добро называется бери и делай огромная им благодарность вот и еще целое ведро краски сделала сейчас такое включение небольшое здесь пока в общем у меня идет два проекта параллельно я перекрашиваю старый советский шкаф он будет тут в этом углу стоять мастерской вот по все под это чтобы инструменты не валялись а лежали в шкафу там такой у него там три секции в общем по процессу это вот сейчас он загрунтован тоненьким слоем ну вот до этого я ну промыла хорошенько жирство растворимым средством а потом пошкурила немножко лак ну чтобы было к чему цепляться грунту и краски вот эта часть сейчас прогрунтованы а это я уже начала красить сначала такой базовый цвет дома потом будет такая интересная растяжка ну посмотрим насколько интересно получится или нет но пока так а потом приступлю к дверцам вот они лежат и вот еще такая вот сеточка там будет добавлен очень лофт пока так это этот качество оценивать да морковка 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 вообще я это все к чему я же скрашу потому что не спешите выкидывать понятно что икея рулит не можно купить недорого и новую мебель и не надо заморачиваться но во первых качество в этой советской мебели ничего не будет лет сто простоит и ничего не будет мне например легче перекрасить сделать так как я хочу чем искать готовую мебель под свои запросы сегодня у меня начинается новый этап работа над мастерской у меня значит есть такие стены и чтобы сюда можно было задвинуть шкаф и уже разместить туда все коробки все общем что мешается сейчас я решила что я сделаю вот эту стену одну пока что и спокойно смогу туда задвинуть шкаф и продолжить его расписывать и так далее но и еще придется затронуть кусочек потолка потому что потом будет неудобно с ним работать и еще углу вот этот вот значит задача на сегодня шлифануть стены вручную это для того чтобы убрать то что осыпается убрать остатки обоев где-то приклеены на потолке вот это же здесь вот это надо убрать протереть влажной тряпкой убрать пыль и загрунтовать грунтовка у меня есть глубокое проникновение вот загрунтую надо будет посмотреть сколько там по времени надо будет выждать скорее всего завтра с утра уже начну красить краска меня на эту стену хватит серенькая есть у меня вот а потом покажу что будет делать потом но вообще эта стена она как бы она будет за шкафом шкаф я пока ликвидировать не собираюсь но тем не менее мне нужно сделать эту стену более-менее красивой стиле лофт но без скажем так без фанатизма а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сделаю из белой шпаклевки декоративные островки, чтобы они выделялись и заглажу. Решила, что не хочу чисто белой, а решила немножко добавить цвета. Ну прям капельку, есть у меня такие грунтовки структурные. Субтитры создавал DimaTorzok Официально покрыла неравномерно, разными оттенками. А сейчас будет самое интересное, это шпаклевку буду класть. Чуть-чуть тоже придам ей оттенок. Ну что, пока, значит, вот такой прогресс у меня. Потолок буду, конечно, доделывать, не будет таких ярких пятен. В целом, я довольна. Единственное, может быть, еще сухой кистью пройдусь, чтобы сделать светлее этот угол-то темноват. В следующем видео покажу, как сделать вот с покрашенного однотонного шкафа. Будем его тоже состаривать и вписывать в интерьер. Сверху будут еще антресоли две, поэтому шкафы тут практически до потолка будут. Вот такой вот пока у меня прогресс по мастерской. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!